В середине 14 века по Европе начали разгуливать опасные вооруженные банды, известные как Великие Компании. Эти отряды наемников, состоявшие из бывших солдат, демобилизованных после крупных войн, быстро превратились в силу, с которой приходилось считаться. Они безжалостно грабили города и деревни и часто обращали оружие против своих нанимателей. В этом видео мы исследуем феномен вольных компаний и их трансформацию в кондотьеров, капитанов-наемников, которые пришли им на смену. Напоминаю, что вы на канале Amazing History. Здесь мы рассказываем только о самых интересных событиях из истории Древнего мира и Средневековья. Поддержать развитие канала, как всегда, можно через спонсорство на Patreon или PayPal. Также не забывайте ставить лайки и оставлять ваше мнение в комментариях. Ну а теперь поехали по теме выпуска. К середине XII века Средневековая Европа переживала период активной урбанизации. Потепление климата способствовало улучшению урожайности, а массовая вырубка лесов освободила обширные территории для возделания ячменя, пшеницы и эмера, что помогало прокормить растущее население, особенно в новых городах. В условиях этого демографического и экономического подъема наемная военная служба пехотинцев постепенно становилась важной частью военных конфликтов. Урбанизация привела к укреплению городов и увеличению числа замков, что сделало осадные войны распространенным явлением. Профессиональные войска, предпочитавшие службу за деньги, а не в рамках традиционных феодальных обязательств, стали востребованными для долгосрочных гарнизонных задач в пограничных крепостях. Однако не все восприняли с одобрением эту новую силу. Многие осуждали наемников за их склонность к грабежам и нападениям на путешественников и торговцев, когда для них не находилась другой работы. Эти пехотинцы начали объединяться в самостоятельные группы, известные как рутьеры. Хотя этот термин чаще ассоциируется с эпохой Столетней войны, сами рутьеры существовали задолго до нее. Яркий пример – барбансоны, наемники, действовавшие с 1166 по 1214 год. Барбансоны вели экономические войны, разрушая сельскую местность противника, уничтожая ресурсы и подрывая его способность к сопротивлению. Их жестокие набеги стали настолько разрушительными, что в 1167 году император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса и король Франции Людовик VII подписали соглашение, запрещающее использование наемников. А Третий Латеранский собор 1179 года наложил церковный запрет на их службу. Но, несмотря на все запреты, наемники продолжали находить новых нанимателей. Тот же Фридрих Барбаросса в 1175 году прибегнул к их услугам для компании в Италии. В отличие от обычных христианских ополченцев, на которых обычно опирались феодалы, барбансоны получали жалование, что позволяло им приобретать хорошее снаряжение, включая доспехи и шлемы. Эти опытные воины, вооруженные длинными копьями, стали грозной силой на полях сражений Европы. Со временем арбалет стал самым популярным оружием среди рутьеров, особенно после крестовых походов. В начале его широкое распространение задерживалось из-за папского запрета использовать арбалеты против христиан. Однако на практике этот запрет соблюдался слабо, особенно в итальянских городах-государствах, где арбалетчики стали незаменимой частью армии. Технологические и экономические ограничения тормозили массовое производство арбалетов, но к середине XII века они стали основным оружием пехоты. Венецианские, бизанские и генуэзские арбалетчики были известны своими навыками и часто нанимались иностранными армиями. Огневая мощь, создаваемая арбалетами и длинными луками, использовалась как против рыцарей, так и против вражеской пехоты, что способствовало появлению новых оборонительных методов. В Италии, например, пехотные подразделения делились на пикинеров и щитоносцев. Щитоносцы использовали большие щиты, которые они вкапывали в землю, создавая своеобразную стену, за которой арбалетчики и пикинеры могли вести бой с большей защитой от вражеского обстрела и кавалерии. Такая тактика позволяла эффективно противостоять рыцарским атакам и осадным действиям. Арбалет был чрезвычайно эффективен, поскольку его болты могли пробивать кольчугу и наносить серьезные повреждения. Это привело к разработке более защищенных доспехов как для рыцарей, так и для их лошадей. Появление конских доспехов стало важным новшеством, так как кавалерия была одним из ключевых элементов феодальной армии. Эти изменения в экипировке увеличили нагрузку на лошадей, что привело к необходимости использования дополнительных лошадей для замены убитых или истощенных в бою. Рутьеры были широко распространены по всей Европе в XII и начале XIII века, однако их активность начала снижаться вперед с 1250 по 1330 год. Считается, что это было связано с общим сопротивлением их деятельности, вызванным их репутацией жестоких мародеров. Кроме пакта Фридриха Барбароса 1167 года и папского запрета наемников на Третьем Латеранском соборе, в Великую Хартию Вольностей 1215 года также были включены статьи, ограничившие использование наемных солдат. Другие причины упадка рутьеров можно объяснить внутренней стабилизацией в некоторых европейских странах, таких как Франция, где после завершения династических конфликтов наемники стали менее востребованными. В то же время развитие военной тактики, включая рост значимости тяжелой кавалерии и усовершенствование крепостной обороны, уменьшило потребность в рутьерах. В некоторых случаях тяжелая кавалерия могла эффективно уничтожать целые пехотные формирования наемников. Как бы ни складывались обстоятельства, после этого периода рутьеры исчезли с поля боя вплоть до начала Столетней войны в 1337 году. Именно тогда они возродились под новым названием «Свободные компании». Их влияние вновь стало значимым в Европе, особенно во время затяжных конфликтов, где наемники играли важную роль. В 1340 году английский монарх Эдуард III провозгласил себя королем Франции, а затем вторгся на французскую территорию, чтобы заявить о своих притязаниях на трон. Это положило начало первой крупной кампании Столетней войны. Начальная фаза войны была отмечена тактикой «Шевоше» – набега в конной кавалерии с целью опустошения сельских районов Франции, подрыва ее экономики и деморализации населения. Подобная тактика напоминала стратегию барбансонов – разрушение инфраструктуры противника через грабежи, поджоги и разорения. Английские рейды должны были не только ослабить Францию экономически, но и подорвать доверие ее жителей королю. Эдуард III также поощрял формирование автономных наемных групп из числа этих рейдеров, что создавало для французов дополнительную угрозу. В ходе войны Франция потерпела два серьезных поражения – при Креси в 1346 году и при Пруатье в 1356 году. Эти поражения не только подорвали боевой дух французской армии, но и открыли дорогу для еще более активных действий со стороны наемников. В условиях ослабления французской обороны банды наемников, известные как «свободные компании», усилили свои грабежи, уничтожали посевы, умогали деньги у крестьян и заставляли целые деревни платить им за защиту. Первая фаза Столетней войны завершилась подписанием мира в Бретеньи в 1360 году. По словам этого договора, значительные территории и замки были переданы англичанам, что привело к переселению множества людей и дестабилизации регионов. Свободные компании, состоявшие из опытных наемников, в том числе и бывших рутьеров, начали терроризировать французскую сельскую местность. Многие из них были конными, что позволяло им проводить молниеносные рейды на большие расстояния. Эти мобильные отряды наносили удары по деревням и крепостям, уходя до того, как французские королевские войска могли организовать сопротивление. В отличие от рутьеров предыдущих веков, которые больше полагались на мародерство и набеги, свободные компании Столетней войны усвоили тактику английской армии, продемонстрированную в битвах при Креси и Пуатье. Эта комбинация мобильности, опыта рейдов и знаний о полевых сражениях сделала свободные компании опасной силой, с которой приходилось считаться. Свободные компании состояли из отдельных групп рутьеров из разных регионов и стран. Эти группы сохраняли свою этническую и культурную самобытность, но объединялись для совместных грабежей и разбойных походов, что делало их действия более выгодными и безопасными. У каждой компании был лидер, которого избирали, и его статус был скорее первого среди равных, чем монархического вождя. Название свободной компании часто интерпретируют как символ отказа от традиционной феодальной структуры и жесткой социальной иерархии средневековья. Однако среди историков существует разногласие относительно точного значения этого термина. Некоторые полагают, что оно означало скорее свободу от долгов, обязательств и зависимости от сюзерена, чем отказ от феодализма в целом. В любом случае свободные наемники были независимыми силами, которые могли сражаться за любого, кто платил, и часто действовали на свой страх и риск. К началу 1360-х годов грабежи свободных компаний достигли апогея, и многие из них превратились в настоящие армии, насчитывающие тысячи бойцов. По мере того, как эти компании становились более мощными и организованными, они получили известность под именем «Великие компании». В 1360 году немецкий наемник Альберт Штерц, воевавший в английской армии, вместе с другими демобилизованными солдатами, такими как англичанин Джон Хоквуд, создал наемническую группу, которая стала известна как «Великая компания». Однако это название не было уникальным. Многие наемнические формирования того времени также назывались «Великими компаниями». Впоследствии группа Хоквуда станет известна как «Белая рота». Хотя англичане, такие как Джон Хоквуд, внесли свой вклад в развитие наемнических армий, они не были первыми, кто создал подобные компании. Уже в 1302 году сицилиец Рожер де Флор командовал каталонской компанией, мощной наемной армией, состоявшей из каталонцев и арагонцев. Эта компания отправилась из Италии в Византию, где сначала успешно сражалась против турок, а затем восстала против своего работодателя, византийского императора, опустошая его земли. В Италии великие компании появились еще до 1360 года. В 1340-х годах швабский рыцарь Вернер фон Урслинген возглавлял одну из таких компаний. А в 1350-х годах другой итальянский наемник, фра Мориале, также возглавлял значительную наемническую армию, которая терроризировала итальянские города. Только в 1361 году белая рота, состоящая в основном из англичан, отправилась в Италию. Позднее ее возглавил Джон Хоквуд, который заработал репутацию одного из самых выдающихся капитанов, наемников Италии эпохи Возрождения. Его военная стратегия и умение маневрировать между различными итальянскими государствами сделали его востребованной фигурой в итальянских войнах. Большинство знаменитых великих компаний имели одну общую черту. В какой-то момент они искали удачи в Италии. Причины для этого были разными, но одной из главных для наемников из Германии, Франции и Англии была ухудшившаяся экономическая ситуация на их родине. В 1340-х-50-х годах европейская экономика переживала серьезный кризис, во многом вызванный катастрофическими последствиями черной смерти, опустошившей значительную часть Европы. Чума привела к массовой гибели населения, что вызвало снижение производительности в сельском хозяйстве и падение торговых оборотов. Голод и неурожай достигли небывалых уровней, а войны стали обычным явлением. Италия, несмотря на те же разрушительные последствия черной смерти, оплодала рядом экономических преимуществ. В 13 веке она находилась в центре торговой революции и расширяющейся денежной экономики. Такие города, как Генуя, Флоренция и Венеция, были невероятно богатыми благодаря своим торговым связям с Востоком, что обеспечивало им необходимый капитал для найма крупных наемных армий. Эти города, стремясь сохранить свое население для торговли и ремесел, были готовы передать военные дела в руки наемников. К тому же экономическое и политическое соперничество между итальянскими городами-государственными обострялось. С ростом численности населения и потребностей в новых ресурсах, города стремились захватывать территории своих соседей. Итальянские города, конкурируя за контроль над прибыльными торговыми путями и рынками, часто обращались к наемникам для защиты своих интересов и расширения влияния. Важно также отметить, что Италия эпохи Возрождения была финансовым центром Европы. Развивающиеся банки во Флоренции и других городах предоставляли кредиты для торговли, и этот денежный оборот создавал как возможности для наемных армий, так и соблазн для грабежей. Многие великие компании, такие как отряды Вернера фон Урслингена, в 1340-х-50-х годах занимались вымогательством у итальянских городов. Эти наемные армии шли по территории городов-государств, шантажируя их, требуя контрибуции за то, чтобы уйти и не грабить. Эти компании, по сути, управляли рэкетом по всей Италии, и города часто платили за их уход, не имея других эффективных средств обороны. Одной из причин, по которой великие компании были столь успешны в Италии, была политическая раздробленность страны. Города-государства редко были едины в своих действиях, а местные фракции, дворянства и торговые элиты часто боролись за власть внутри самих коммун. Разобщенность и внутренние конфликты ослабляли города и мешали им выработать скоординированный ответ на угрозу наемных армий. Кроме того, великие компании часто превосходили по численности войска городов-государств. Например, у Вернера фон Урслингена было 10 тысяч человек, в то время как у небольшого итальянского города-государства, после чьмы было гораздо меньше людей. Ситуация становилась еще более экстремальна, когда компании объединялись, как это часто бывало. Если итальянский город решал сразиться с великими компаниями, ему обычно приходилось полагаться на других платных наемников, чтобы пополнить свои ряды. Это становилось проблемой, когда они проигрывали на поле боя, потому что им приходилось делать не один, а два платежа. Сначала платить своим наемникам за службу, а затем предоставлять откуп вражеской великой компании. Даже если итальянским городам удавалось разгромить великие компании, они обычно просто разбивались на небольшие группы, которые оставались в регионе и перенаправляли свои усилия на разграбление сельской местности. Поэтому, хотя откупиться от них было разумным решением, такой подход лишь привлекал новых наемников. Тот же факт, что привел в Италию так много наемных компаний, в конечном итоге привел и к их гибели. В 14 веке растущая итальянская экономика породила такие мощные государства, как Венеция, Генуя, Милан и Флоренция. Они создали более слаженную и централизованную политическую организацию, что неизбежно привело к большему акценту на постоянную оборону. В конце концов, компании не смогли выстоять против растущей военной мощи государств. Богатство, которое изначально привлекло их в Италию, питало и взращило на протяжении 1360-80-х годов, в конечном итоге стало их гибелью. Однако, сами наемники продолжали действовать в Италии, хотя и по-другому. Например, Джон Хоквуд, лидер Белой роты, последние годы жизни провел во Флоренции в качестве кондотьера. Кондотьеры представляли собой профессиональных военных лидеров, которые заключали контракты кондотты с городами-государствами или княжествами Италии. Эти контракты определяли условия службы, оплаты и боевых задач. Это был шаг к созданию регулярных наемных армий. В отличие от великих компаний, которые действовали самостоятельно и часто создавали хаос, кондотьеры стремились поддержать дисциплину среди своих отрядов и соблюдали условия заключенных контрактов. Кондотьеры также полагались на наемников, но они использовали государственные средства, чтобы набрать, обучить и затем повести их в бой. Таким образом, вольные компании постепенно утрачивали свое значение. Кондотьер был уже не первым среди равных, а военачальником. Вскоре кондотьеры стали превозноситься художниками и писателями. Ими восхищались работодатели и их боялись враги. Поэтому 15 век стал веком кондотьеров. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Так что подписывайтесь. На этом у меня все. Увидимся в следующем видео. Всем пока.